коллекция если кто и мог знать сколько конфет съели смешарики за год так это ежик потому что ёжик коллекционировал фантики вообще-то он много чего коллекционировал но фантиков у него было больше всего 634 фантика не считая трех оберток от жвачек а конфет ёжик не считал он на них вообще внимания не обращал фантики ёжик собирал повсюду в гостях на прогулке бывало даже из реки вылавливал где бы не ступала лапа ёжика первым делом он проверял территорию на наличие фантиков если где-то случайно или нарочно съедалась конфета фантик обязательно попадал к ёжику историю каждой находки ёжик записывал специальную тетрадку иногда приходилось проводить целые расследования выясняя откуда взялся тот или иной экземпляр но чаще всего фантики доставались ёжику самым обычным путем он подбирал из земли благодаря одному такому фантику и произошла эта история однажды во время утренней пробежки по лесу ёжик нашел фантик точнее говоря краешком глаза он заметил уголок фантика под старым пнём но этого было достаточно чтобы коллекция пополнилась еще одним экспонатом фантик как фантик ну это же просто бумажка ничего особенного не скажи видишь эту синюю полоску в который раз пытался объяснить ёжик такие фантики попадаются очень редко их сейчас не достать ну и что это раритет коллекционная редкость восхищенно прошептал ёжик и сдул с фантика пылинку с первого взгляда он понял случилось чудо он нашел то что давно искал чтобы фантик не испортился на свежем воздухе ёжик решил его спрятать но не успел потому что над самым его ухом раздался громкий вопль опять фантик сколько можно как вы уже догадались это был крош кто еще может так кричать ёжик вздрогнул очнулся от фантика и опасливо убрал находку за спину но крош по счастью на фантик не претендовал фантиках ему нравились только конфеты он так просто для развлечения крикнул и раскакал дальше ёжик повернул к дому ему не терпелось вклеить свой новый фантик в альбом к тому же тучи собравшиеся на небе угрожающий нависли над синей полоской нужно было успеть домой до дождя у самого крыльца ёжик опять столкнулся с крошем крошу было совсем нечем заняться поэтому он набросился на друга с удвоенной силой нет ты объясни мне в чем смысл собирание фантиков я понимаю если бы ты собирал конфеты насобирал бы целое ведро а потом позвал бы друга и накормил его но фантики ёжик и что может над тобой кто-то просто пошутил кто-то решил тебя разыграть и сказал что собирать фантики это круто никто ничего мне не говорил тогда зачем ты собираешь то что другие обычно выкидывают в этот момент прямо на синюю полоску упала капля потом вторая ёжик охнул быстро прикрыл раритет лапой и бросился к входной двери едва переступив порог своего дома ёжик подбежал к тумбочке в которой лежал заветный альбом каждый раз открывая его ёжик испытывал неповторимое счастье квадратное круглое с бахромой запахом и рисок и загадочной надписью ротфронт фантики всех мастей выглядывали из прозрачных полиэтиленовых кармашков и ёжик позабыл обо всем на свете в чем ценность фантиков есть какая-то тайна да не знаю может быть есть просто сначала мне попался фантик с красной полоской а потом зеленой и тут не стало интересно а какие еще бывают фантики я перестал их выкидывать и стал откладывать теперь у меня целая коллекция теперь я понимаю почему ты дома не убираешься ты решил здесь устроить свалку тащишь с улицы всякий мусор и раскладывать по углам во первых я убираюсь во вторых это не мусор коллекция а если ты этого не понимаешь то и не надо такого оскорбления ёжик выдержать не мог много месяцев он собирал эту коллекцию и вот теперь хотел наконец показать другу а тот такую бесценную вещь мусором обозвал если бы это было коллекция ты бы мне о ней раньше сказал а так ты всегда знал что это просто мусор поэтому и не говорил я просто знал что ты не поймешь своей своей договаривай своей тугодумной головой а ты ты и есть этот раритет фантик при странном слове раритет за окном сверкнула молния и на миг ослепила ёжика за это время крош успел выскочить за дверь заскочить обратно выпалить другу пару ласковых слов и громко хлопнув дверью снова выскочить ураган был такой сильный что крошу пришлось завязать уши узлом чтобы ветер их не оторвал за все время пути он ни разу не обернулся так велико было предательство тугодубная голова нет это надо же было додуматься вот так ни за что ни про что обозвать лучшего в мире друга когда крош преодолел первые полторы половины пути из окошка выглянул менее обиженный ёжик и с надрывом крикнул вдогонку тебя никогда не понять что испытываешь когда находишь фантик который долго искал когда чувствуешь как твоя коллекция папа пополняется да что с тобой разговаривать после этого ёжик захлопнул окно и уселся наконец разбирать свои фантики но казалось что от обиды у него дрожат лапы ты фантики все как-то резко посерили стали все на дно лицо какие-то квадратные и скучные добравшись до своего дома крош промокнул уши махровым полотенцем решил поиграть в свою любимую игру раскидай игрушки по полу бросил пару игрушек и заскучал из-за грозы наверно старею москливо подумал он и потянулся к вазочки с конфетами горькие размышления нужно было подсластить когда в вазочке осталась последняя конфета в голову кроша пришла вторая мысль но зато гениально буря-то какая ветер так и гуляет туда-сюда туда-сюда вы ели до тебя дошел выпалил он распахивая входную дверь в дом ёжика я тут тебе кое-что принес вообще-то я нес конфету но потом так вышло но фантик вот с этими словами он протянул фантик другу знак начала мирных переговоров из зеленой полоской холодно процедил ёжик подцепив подарок пинцетом у меня такой есть но ничего пригодится обменяйся с кем-нибудь ну ладно я пойду спросил крош нерешительно и чуть-чуть приоткрыл дверь наружу может чаю разумеется ураганный ветер притаившийся за дверью только и ждал этого момента он распахнул дверь настежь ворвался в дом и с восторженным рёвом устремился к бесценной коллекции выхватив альбом из лап ёжика ветер со всех сил и дунул в него и все экспонаты экземпляры и раритеты выпрыгнув из насиженных кармашков разлетелись по комнате дверь в ужасе заметался ёжик смысл его жизни оказался таким легким что весь без остатка упорхнул в окно это был удар посильнее гром как сумасшедший ёжик скакал по комнате пытаясь дотянуться до смысла лапками но все напрасно если смысл вылетел его не воротишь увидев что ёжик уже за гранью нервного срыва крош сам не на шутку распереживался и бросился в погону ураган уносил свою добычу все дальше и дальше в лес друзья отставали от него всего на два шага но ветер был хитрым он раскидывал фантики в разные стороны прятал их за корягами и перемешивал с падающими листьями преследовать их становилось все труднее и труднее среди бушующий круговерти крош ухитрился разглядеть синюю полоску летящую в сторону старого дуба и рванулся за раритетом ёжик бросился было за ним но мимо него пролетел фантик с розовыми крапинками и ёжик не устоял когда розовые крапинки были наконец схвачены обнаружилось что ёжик не только потерял кроша но и потерялся сам крош где-то отчаянно звопил он вокруг вышивала буря угрожающе трещали деревья в черном небе словно яркие фантики метались молнии попался воскликнул крош накрыв лапой синюю полоску он осторожно поднес фантик глазам чтобы наконец-то рассмотреть раритет и тут над его головой раздался жуткий треск крош поднял глаза увидел как на него медленно падает огромное горячее дерево ёжик в панике пробирался через лес в каждом скрипе в каждом шорохе ему слышались шаги лесного страха который как поговаривали жил в этом лесу ёжик старался острове не думать но у страха были такие огромные глаза что не думать не получалось в конце концов ёжик так испугался что со всех ног бросился прочь из леса подбегая к дому он очень надеялся что крош уже вернулся и дожидается его с чашкой горячего чая но дом оказался пуст значит крош все-таки потерялся в лесу ничего не поделаешь ёжик быстро натянул дождевик прихватил фонарь и побежал обратно в лес страх за друга оказался сильнее страха листова увидев ёжика фантики тотчас же бросились ему под лапу они соскучились и очень хотели вернуться в теплый сухой альбом но ёжик только отмахивался от них изо всех сил вглядывался он в раскисшую землю надежде разглядеть следы друга крош пожалуйста найдись почти плача кричал ёжик при виде поваленных бури деревьев и вывораченных камней у ёжика сжималось сердце неужели он никогда больше не увидит своего друга в отчаянии он перебрался через очередное дерево и вдруг увидел то от чего сердце у него забилось в три раза быстрее среди обломанных ветвей упавшего дуба торчали милые сердцу голубые уши крош крошек закричал ёжик и бросился к другу ёжик твои фантики это что-то раздался из-под дерева дрожащий голос кроша я за ними гнался 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 они все равно улетели я сейчас немного отдохну и мы обязательно отыщем их всю твою коллекцию ёжик ничего не сказал в ответ он просто снял плащ накрыл им дрожащего от холода кролика крош все говорил и говорил про какие-то фантики а ёжик все смотрел и смотрел на него и вдруг прошептал радостно крош ты даже не представляешь как я рад что нашел тебя как будто нашел редкий фантик оживился кровь больше ёжик улыбнулся еще больше я так рад как этому как раритету спросил крош перестав дрожать ты раритет я раритет выходит мы с тобой какая-то своеобразная коллекция произнес ёжик и вдохнул запах мокрого осеннего леса начиналась поздняя осень